Сегодня я снова буду работать с заготовками замечательного мастера из города Палих Игорь Кузнецов. Мы уже работали с его заготовками. Мне очень нравится, во-первых, их форма. Сама по себе форма предполагает, что вещь получится просто роскошная, с минимальным декором этого достаточно. Очень хорошая обработка поверхности, уже практически готова, загрунтована, гладенько, зашкурена обработки из, вернее, сама заготовка из МДФ. С такими красивыми заготовками работать не только приятно, но еще и легко. Они требуют минимум декора. Посмотрите, достаточно будет наклеить картинки красиво подобранные, ну, может быть, один-два элемента, и у вас уже роскошная вещь готова. Я подобрала вот такие распечатки двух вариантов. Я хочу сделать сочетание из этих картинок, тогда будет вообще смотреться, ну, просто бесподобно. Представьте, вот такое сочетание, на крышке одна картинка, внизу по бокам другая, уже хорошо. Вы можете менять местами свои картинки, можете подбирать в разных оттенках, можете подбирать, ну, разные какие-то принты. Ну, это уже на ваш выбор. Я выбрала вот такие. Ну, красиво же. Картинку вот такого плана я хочу приклеить на крышку. И, конечно же, мне важно сейчас хотя бы примерно определиться с размером. Поскольку у меня крышечка довольно фигурная, я должна, ну, хотя бы вот таким образом обогнуть и наметочку сделать на то, какой формы будет у меня вырезана картинка. По тем линиям, которые я обогнула, я вырезала вот такой кусок. Конечно, он не точно прилегает к поверхности, поэтому мы сначала наклеим то, что есть, а затем после высыхания уберем скальпелем лишнее. Очень приятно работать с такой заготовкой еще потому, что не надо дополнительно ни шкурить, ни грунтовать. Вот я сейчас клеем ПВА промажу поверхность заготовки и с обратной стороны промажу картиночку. И этого будет достаточно. Обмазали обратную сторону, аккуратно наложили. Следите за тем, чтобы ваш рисунок смотрелся геометрично, симметрично, зависит от того, какой рисунок вы выбрали. И аккуратненько прижимаем салфеточкой, либо прокатываем валиком, как вам удобно. Крышка готова, высохла. Теперь давайте наклеим картинки на боковины. Нижний бордюрчик я прокрашу в темно-коричневый цвет. Шкатулка практически полностью готова, оформлена, но не хватает некой изюминки. Я решила, что украшу эту шкатулочку вот таким накладным элементом. Осталось его только приклеить. Шкатулка готова. Я вам в этом мастер-классе показала, как совершенно простыми техниками быстро можно оформить такие красивые изделия, как данная шкатулка. Всего лишь пара фонов и красивый элемент. И вы получаете полноценную, такую законченную работу, прекрасный подарок, который вы можете подарить своим друзьям или близким. Либо воспользоваться сами замечательной шкатулкой, в которой будете хранить свои самые сокровенные секреты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!